Здрасьте! Это ваша машина? Поворотов никаких не вижу. Иду. Первый раз здесь. Только что проехала Нива. Все в листьях. Поэтому не видно никаких тропок. Пока что иду по дороге. Тур разрушенный. И вот заметная еля. Такая тропиночка. Поднимаюсь по ней. Ягоды боярышника. Еще один тур. Погода вообще улет стыд. Можно в одной футболке идти. Ветер какой-то теплый. Поднимусь выше. Покажу тетрадах. А вот лисие говнище. Видите? Кизил. На кизиле сидит. Огромный тур. Что-то подсказывает. Ну и здесь такое красивое нагромождение камней. Тропина поднимается выше. Обращаю ваше внимание на вот такой вид. Не знаю как это называется. Ведьмина ведьметелка. Смотрите какие ягоды. Отличные птицы Крыма. Смотрите как парит. Красавец. Подъем пройден. Сейчас такое расслабление небольшое. Перед еще. Перед очередным затяжным подъемом. Родник. Сделаю маленький перекур. Что уже как-то и вечерить начинает. А мне еще шлепать и шлепать. Думаю что назад. Вообще по темноте буду выходить. Здесь постоянный подъем. Поэтому не очень быстро иду. Назад будет побыстрее. Фонари-то у меня есть. Четвердак. Чердак Крыма. Здесь он смотрится не так массивно. Как например со стороны Симферополя. Свернул с основной тропки. Поели заметные стежки. И поднимаюсь наверх. Времени все меньше. Яйла это пастбище. Вон лошади пасутся видно. Огромное стадо. А когда-то все эти территории были покрыты лесом. Но это было очень-очень давно. Вон как там. В советские годы предпринимались попытки по восстановлению лесистой части. Ну вот с распадом светлой страны. Эти проекты были приостановлены. Ну вот сейчас постепенно самопроизвольное восстановление идет. Здрасте. Это ваша машина? Ничего себе. Как это у вас так? Не рассчитал. Не хватило оборудований. Все целы. Я спросил все целы. Да. Машина поехала ребят поднимать. Я не знаю, как они сейчас там подъедут туда. Потому что там жесть, конечно, полная. Что-нибудь скажете? Интересное что-нибудь. Уже вечереет. Смотрите, идешь. А здесь как будто бы просто кусты какие-то растут. Но подходишь немного ближе и вдруг открывается тайный ход. А вот и бирочка. Так. Пещера обалденная. Ребят, сейчас одеваю одеваю короче фонарики. и погнал. А вот и пещера. Ух ты! На, вот посмотрите только на это. Огонь, да? Ого! Это, короче, второй зал. Смотрите, на этот залогмит. Посмотрите, на этот залогмит. так, а я спускаюсь ниже в следующий зал. Ого! Обломали. Когда надо их. вот он алтарь какое крутое место Ребята, знаете, что это вообще за место такое? Здесь совершались жертвоприношения в древности Когда-то на сталагмите, который здесь стоял был нанизан череп горного козла Смотрите, какая интересная Смотрите, летучая мышь там лежит Видите, баллубий был Круто, да? Я только видел летучую мышь Вот здесь Вот она, смотрите, какая большая Видите? Сейчас подойдем туда Причем ее не использовали для жилья вообще Тысячи лет назад под сводами темных галерей звучали, может быть, ритмы, может быть, заговоры древних обрядов Причем, когда сюда Щипинский заглянул то она была практически в нетронутом состоянии То есть здесь лежала посуда битая Кости животных Видите, вон кость лежит Вон кость Я не знаю, что это за подрыв Вот здесь Вот я сейчас попробую туда спуститься Посмотрю, есть ли там ход Ну, если он не сильно грязный То я полезу, посмотрю, что там Наверху сталактиты очень интересные Вот, смотрите, какой красавец Обломанный, правда Вот представьте, да? Люди приходили сюда, тащились на эту вершину Только для того, чтобы здесь совершить какой-то обряд Что хотел вообще рассказать интересного В Крыму были найдены бляшки Конской упряжи, скифские В виде козлов Головы у них были обломаны И на некоторых фрагментах были видны следы ударов То есть их намеренно Намеренно ломали Еще в глубокой древности У скифов таких обрядов не существовало А вот у народов Крыма Причем не у народов Крыма А именно в Крыму было какое-то течение Связанное вот с такими культами Обрядами, не знаю, как назвать Все Потому что мне там пишут Расскажи, что было дальше А дальше нечего История заканчивается Эти направления не исследованы Никто не знает, для чего это делалось Небольшой такой зальчик Просто заваренный Но его можно расчистить Внизу не валяются кости Может быть вообще туда скидывали кости Бог его знает В общем, зажег здесь свечку Не то, что я Язычник или оккультист Просто для поддержания Религиозного направления Место действительно красивое Вот представьте себе Как сюда приходили люди Спускались, были жрецы Кто-то сказал Пойди отнеси Он пришел Значит, в этой пещере что-то происходило Что-то было Я хочу сказать, что здесь не холодно Как-то Абгат рассказывал Что в Крыму Что в Крыму не такая природа Как такая, как у них там в Красноярске Но вот я что хочу сказать В Крыму очень коварные места Вот, например, на Четырдаге Там очень изменчивая погода Она может поменяться буквально за минуты Бывали случаи, когда налетал Очень сильный ветер И группа не могла ничего сделать Они просто падали Вцепившись руками во что только можно И лежали Вызывая там помощь И приходили спасательные группы Чтобы их спасти Потому что когда ты отпускался Ветер подхватывал тебя Как песчинку И выносил Скидывал с обрывов Такие случаи бывали Вот подтвердят Ребята крымские Кто занимается туризмом Они подтвердят Места Очень интересные Здесь и Красная пещера Святилище древнее Здесь вот это место Называть его не буду Дальше вот Пещера Ман Потом вглубь туда Долгоруковской Ялы Там тоже есть пещеры Даже в которых остались Алтари древние Надеюсь, что я там побываю Я иду оттуда Сверху Спускаюсь По утесу этому Весь покрыт Камнями Какой-то Подливой Щебней Если я сейчас Вот здесь Перемахну Через этот выступ И там не будет Какой-то дорожки Но это будет жесть вообще Я просто срезаю Чтобы побыстрее Прийти В долину Вот Но Как бы я не загнал себя Жесть полную Что потом мне пришлось Возвращаться назад Еще мне этого не хватало Вот так вот Иду Мне еще по лесу шлепать Сейчас вышел Тут какую-то тропину Подсек И короче Вот она Раз Подсек Потерял Подсек Потерял Все Иду вниз Мне сейчас Этот лес Преодолеть И все Я выхожу Там к машине В общем Попетляю Еще чуть-чуть Но мне Очень понравилось Место Очень красивое Пещера Такая Достойная Хорошо Что Не все Они знают Достойная